Вас будут убивать, если вы будете ходить сюда, вас всех, вас будут убивать. Но сначала меня. Если бы я не приходил и не говорил, то греха не было бы. В имя Отца и Сына, Святого Духа, Аминь. Христос воскресе! Возлюбленные братья и сестры в Христе, Сегодня мы читаем Евангелие, которое входит в диссонанс с общей потребностью, с общим желанием, с общим представлением о Боге. Ну да, вот если возьмем там первобытные племена сейчас к ним приедет, они скажут, что Бог это Тот, Который вот все, то есть Царь и так далее. А здесь Христос говорит о том, что вас возненавидит апостолам, своим ученикам. Вместо того, чтобы говорить, да вот ходите за мной, да, носите карнавочку вместе со мной, все попадете в Царствие Божие, все будете возле меня, и они спрашивают, я хочу одесную тебя сидеть. Они к этому стремятся, вся Иудея. Ожидает его, как царя, что сейчас он придет и всех накормит рыбой, хлебом, только уже, так сказать, ада отвала. А он говорит, что вас будут убивать. Как? Подождите, ну вот я сейчас вам скажу, вас будут убивать. Если вы будете ходить сюда, вас всех, ну возможно не всех, кого-то посадят на долгие годы, а кого-то убьют. Как вы этого, вы этого и ожидаете? Вот вы ходите в храм, вы этого ожидаете, что вас всех будут убивать, при том, что те, кто будут убивать, они будут считать, что они делают это служащим Богу. Этого вы ожидаете? Я думаю, вряд ли. Я сам этого не ожидаю. Я это читаю, я понимаю, что это сказал Господь, так вот в лоб каждому из нас. Но мы же-то думаем, да нет. Ну, Бог есть любовь, так говорят, да, все спасутся. Есть такая мысль, мнение, что все спасутся. Бог-то есть любовь. Он вот так вот жестко наотмашь всем вас будут убивать. Но сначала меня. Сначала меня. И его сначала убивают, они это видят и разбегаются все. Те, которые за ним шли все, собираясь сесть одесную, разбегаются. Только Иоанн Богослов остался. Ну, молодой, кровь горячая, еще не понимает, что такое жизнь. Да, еще не пожил. Ему все равно убьют сейчас, так убьют. А мы ж-то пожили, мы ж и рыбу ловили. Вот так вот, братья и сестры, мы с вами в этом океане ловируем. Но не все. Вы знаете, вспоминая тридцатые годы прошлого века, когда эти слова близко к сердцу приняли те наши деды, прадеды, эти слова Господа, они проиллюстрировали своими жизнями, своей свободой. Да и в наши времена, и в наши времена хватает тех, кто эти слова принимает близко к сердцу. Я далеко ходить не будем, вот в Украине мои земляки, мои соотечественники, мои, ну, скажем так, как вместе мы служили, вместе стояли на амгоне, вместе молились с ними. Братья и сестры тоже сейчас претерпевают нелегкие времена. Очень тяжелые. И избивают, и выбрасывают их из храма. Пытаются уничтожить церковь Христову, но они стоят. Они приняли эти слова Господа к сердцу, что вас возненавидят. И те, кто вас будут убивать, они будут думать, что это делают, служа Богу. И так оно есть там. Они думают, что они делают правильно. Только Бог у них, какой-то идол. Они его назвали Украиной, но Украина не такая, честно. Мы все знаем. Вы знаете, я сам украинец. Вы знаете, что такое Украина? Это веселая, счастливая, всеприимная страна. А эти превратили ее в идола. И считают, что ради этого идола можно сделать все. И Христа выгонят. Ну, выгонят, выгонят. Это их проблемы. Без Бога ясно, никакой, так сказать, никакого позитивного выхода не будет. Для них. Я хотел бы еще мне сегодня вот как-то, вот я, знаете, каждый раз читаешь, считаешь, считаешь, и где-то вот останавливается глаз твой на совсем, на строчке, который ты мимо проходил, вроде бы, ну, да, все правильно, соглашается, но вот здесь задумался. Вот в следующий раз читаешь, опять другая строчка уже тебе, так сказать. Мне вот эта строчка, я ее раньше прочитывал, но что-то, а вот прямо вот вчера она отпечаталась о том, что если бы я не приходил и не говорил это, то и греха на них бы не было. А так у них нет никакого им оправдания греху их. Страшные слова для нас с вами. Для всего человечества Господь сказал, если бы я не приходил и не говорил, то греха не было бы. А уж коль мы услышали, то нет оправдания греху нашему. Никакого оправдания. И когда мы приходим на исповедь и стоим и говорим, что я не смиряю, как это, у меня не терплю, а, злюсь, гневаюсь, потому что там соседка, и пытаемся найти себе оправдание. Нет оправдания греху нашему, нет, потому что Господь все сказал, все. На все случаи жизни, когда мы начинаем, какой бы вопрос мы не пытались поднять в своем уме, чтобы не все написано в Священном Писании. Все там есть. Все Он сказал. Ответы на все вопросы. «Однако», знаете, вчера просчитал интересное выражение, «Однако Евангелие, оно как парашют пользу приносит только тогда, когда открыто». «А если оно закрыто, у нас лежит?» Книга и книга, в которой какие-то там слова. Поэтому братья и сестры, помните, и будьте готовы. «Да, вроде сейчас ничего не предвещает. Все нормально, все хорошо. Скажу вам, что лет 20 назад ничего не предвещало и там, в Украине. Все хорошо. Будьте готовы к тому, что вас возненавидят». Кого-то, может, уже сейчас, да, соседи, кто-то из родственников. Люди не любят тех, кто хоть чуть-чуть, если не чище их, кто пытается стремиться к чистоте. Знаете, как тоже говорят, зачем каждый раз мыться, чтобы быть чистым, как все. Надо просто подпрыгнуть в лужи и забрызать их всех. грязью и тогда все будут одинаково грязные, да? И вот нас тоже бывает, я сам по себе знаю, сколько вот, где бы я ни жил, всегда некоторые из соседей вот ничего неплохого не взяли. Они к ненавистью начинают относиться к тебе, потому что ты священник. А, святой здесь, святая пошла. Слышали такие слова в вашу спину, да? Слышали? Уже ненавидят некоторые. Но Господь говорит, что вас будут убивать, думая, что служат Богу. Будьте готовы и к этому. И этот отрывок сегодня чтимый на службе. Всегда его перечитывайте хотя бы раз в месяц. Он небольшой. Но он настраивает нас на то, что может нас привести к Богу. Только не спрашивайте Него. Можно я сяду и сною? Сядьте там, где вам будет Господом уготовано. Спасибо, Господи. о наложении нам всем.